Сейчас мы видим, как это очевидно, какие двойные стандарты, когда Россия организует референдумы и русские населения на регионах Украины. Они это не поддерживают, то есть они обвиняют Россию за якобы нарушение международного права, но что тогда сказать про референдумы, которые происходили на территории бывшей Югославии. В это время они не только поддерживали, но и организовали их. Как я сказала, к сожалению, Запад еще и во время войны в Югославии и сейчас на территории Косово и Метохи не хочет услышать другую сторону, других аргументов. Просто у них идея, как использовать разные конфликтные ситуации, либо их создать, чтобы достичь своих политических, экономических и военных целей. У Запада обвиняют. Мы не должны присоединяться к этому, особенно в Сербии. Мы должны говорить вот это, что я говорю, потому что это правда. И должны объяснить, какое... Это очевидно, что у Запада есть такие двойные стандарты, но на нашем примере это очевидно. Сейчас эта война стала ядерным войном. Добрый день! В эфире «Рявунг ТВ». У нас в гостях директор Центра геостратегических исследований из Белграда Драгана Тревкович. Добрый день, Драгана! Добрый день! Спасибо, что приняли наше приглашение и пришли в нашу студию. Я очень рада! Мы тоже! Драгана, очень интересно узнать вообще позицию вашей страны, Сербии, в связи со сложной геополитической ситуацией, которая создалась в мире. Ведь кризис на Украине, он очень сильно отразился, стал кризисом во всем мире. И в первую очередь в Европе это стало также экономическим кризисом, кризисом энергоресурсов. И вообще давайте обо всем поговорим поочередно. Есть мнение, что сейчас очень серьезные геополитические изменения в мире происходят. И один из показателей это как раз этот конфликт. И вот первый вопрос. Сербия всегда считалась одной из дружественных, более дружественных стран по отношению к России. Как вот этот кризис воспринимается в Сербии? Потому что мы видим, что по отношению к России не всегда она однозначно выступает против. Спасибо еще один раз за приглашение. Я очень рада, потому что я сегодня здесь с вами. И у нас есть возможность обсудить вот такие серьезные проблемы. Значит, позиция Сербии, она особенная. Сербия является страной, которая в данном моменте кандидат за членство в Евросоюзе. Но все еще не являются членом Евросоюза. А с другой стороны, Россия и Сербия исторически были в хороших отношениях. Не только хороших, но и братских, скажем. Насколько истории были на одной стороне. И в каждой войне были на одной стороне. Поэтому народ в Сербии очень поддерживает Россию. Я скажу, что больше 80-90% сербов поддерживает Россию. И так и сейчас происходит. То есть, когда начала военная операция Россия на Украину, у нас, я считаю, в начале марта, значит, были протесты поддержки военной операции. Там в центре Белгорода собрались больше 100 тысяч людей с флагами России, портретами президента Путина. Кстати, он тоже очень популарен в Сербии. И выразили свою огромную поддержку. Ну, в принципе, я скажу, что наши коллеги из Европы были немножко в шоке от этого. Потому что в Евросоюзе особенно начала такая жесткая антирусская политика. И они, когда увидели все это, они нас спрашивали, а как это возможно, вы поддерживаете агрессию. И они нас спрашивали, как возможно, что страна, которую бомбили в 1999 году, поддерживает агрессию против независимой Украины. Но тогда мы ответили, что это невозможно сравнивать. И что мы поддерживаем именно потому, что это на Украине не война России и Украине, фактически одного народа. Это война России и НАТО. НАТО, который нас бомбил. Поэтому мы поддерживаем Россию. И тогда они немножко как, не знаю, если они поняли нашу позицию, если нет, но она четкая. То есть у нас война тоже была в Югославии. Началом девятностых. Она начала прошлого века, двадцатого века. Можно сказать, что все еще не закончилось, потому что у нас есть эта косовская проблема, где фактически западные страны поддерживали сепаратизм на территории Косово и Меттохии, поддерживали войну во время Югославии, организовали референдумы за разделение этой страны. А сейчас мы видим, как это очевидно, какие двойные стандарты, когда Россия организует референдумы и русские населения на регионах Украины. Они это не поддерживают, то есть они обвиняют Россию за якобы нарушение международного права. Ну а что тогда сказать про референдумы, которые происходили на территории бывшей Югославии? В это время они не только поддерживали, но и организовали их. И тоже в отношении Косово, я скажу, что пример Косово и пример положения русскоязычного населения на Украине полностью противоположен. То есть у нас во время Югославии, я скажу, чтобы ваши зрители поняли, но я уверена, что они понимают, но просто объясню, что Косово и Меттохия это южная сербская провинция, это часть территории Сербии. Но нарушение международного права фактически, на самом деле, Запад отделил эту территорию, признал так называемую независимость Косово, которую они прогласили без референдума. То значит, в 2008 году они просто приняли такое решение в парламенте и якобы в западной стороне они признали вот эту независимость. Но до этого, значит, албанское население, которое проживает на территории Косово, у них была конституция, гарантированная автономия, было право на использование своей культуры, своего языка, были школы на албанском языке и было, как невозможность, но гарантированное участие албанцев в правительстве республики, то есть и в парламенте, конечно. Поэтому невозможно сравнивать ситуацию, когда русскоязычное население на Украине было, им было запрещено говорить русским языком, они запретили и закрыли своих оппозиционных партий, СМИ и так дальше, и дальше им начали фактически войну против русскоязычных. Сегодня, когда говорят, что война начала якобы 24 февраля, не, она начала в 2014 году, после Майдана, после организованного переворота на Украине, который поддерживали американцы. После этого я несколько раз была в зоне войны действия в Донбассе, и в 2014, и в 2015, и недавно, совсем в августе. Поэтому я исследовала, что там происходит. Я не говорю, как эксперты, журналисты, которые просто читают из других источников и тогда переписывают и говорят, что Россия атакует, Россия агрессивная страна и так далее. Нет, я исследовала это, я своими глазами посмотрела, разговаривала с народом. Я еще в 2014, когда была, спрашивала, ну, как, что они чувствуют население в Донецке, в примере, Луганске. Они мне сказали, что они не понимают, почему их страна, их государство начало их бомбить, начало войну против них. Ну, поэтому это надо реально оценивать. Невозможно оценивать и слышать только одну сторону в конфликте, и тогда оценивать конфликт. Это пропаганда, это не анализ, это не оценка. Надо профессионально относиться к этому. Но, как я сказала, к сожалению, Запад еще и во время войны в Югославии и сейчас на территории Косово-Метохи не хочет услышать другую сторону, других аргументов. Просто у них идея, как использовать разные конфликтные ситуации, либо их создать, чтобы достичь своих политических, экономических и военных целей. Это самое главное. И, как вы знаете, они открыли на территории Косово-Метохи после бомбардировки Сербии в 1999 году, которая произошла тоже без решения Совета безопасности ООН. Это надо повторять. Они открыли самую большую военную базу в Европе на территории оккупированного Косово-Метохи. Это называется военная база Бонстил. И они, конечно, и эту базу используют за подготовку каких-то бойцов. Были такие случаи, которые люди, албанцы, которые работали в этой военной базе, потом пошли воевать в ИГИЛы в Сирии, в пример. Может быть, таких примеров есть и на Украине. Поэтому вот такая у нас ситуация. Надо все реально оценивать. Международная ситуация очень-очень тяжелая и неизвестна. Сербия как страна, которая пострадала очень сильно от бомбардировок НАТО. И сейчас Сербия рассматривает возможность вступления в НАТО. То есть как одно с другим можно сопоставить, если страна пострадала от НАТО и сейчас хочет туда вступить. Почему? Да, как философ Сатр говорил, я очень ненавижу этих жертв, которые любят своих палач. Ну, как сказать, это, да, вы точно это сказали. Уже несколько лет Сербия очень близко сотрудничает с НАТО. В 2015 году мы подписали софа спорозум с НАТО и его индивидуальный план партнерства. это самый высокий уровень сотрудничества с НАТО за сторону, который не является членом НАТО. То есть следующий шаг только членство. Нет ничего кроме этого. Но в данном моменте НАТО столько интегрировался в систему Сербии. И не только в систему безопасности, но и в образовании, и в социальную сферу, и в СМИ. Потому что этот индивидуальный план партнерства, он не касается только безопасности. Касается и науки, обучения, свободы говора, там, социальных вопросов, евроинтеграции, экономических. Полностью вот этот пакет такой серьезный. А вопрос, как это получилось, что страну, которую НАТО бомбило, она так близко сейчас сотрудничает. Но вот как вопрос об этом, надо рассматривать через политический структур. Потому что как это влияние в западных странах, оно происходит везде по, можно сказать, той же самой модели, значит, оно свеобухватное. То есть не влияет только... То есть когда закончилась война, они ее продолжили, но кросс-специальные методы в войне. Кросс-влияние на политический структур, кросс-финансирование некоммерческих организаций, я так называю независимый, но зависимый, кросс-креирование общественного мнения через подконтрольных СМИ, которых много есть в Сербии, через своих кадров, которые работают в учреждениях. Это называется, ну, в Америке это deep state, глубокое государство. Но оно не только в Америке, оно существует и в других странах, тем не менее и в Сербии. Это значит, что наши политические структуры под большим влиянием западных сил, особенно Америки, и их работа отличается от мнения народа. То есть, большая разница между тем, что наше правительство делает. Не скажу говорят, потому что когда-то они говорят одно, когда-то что-то другое. Но это, что они работают, что реализуют, на самом деле, это полностью отличается от желания народа и граждан в Сербии, которые они должны представлять, то есть их мнение, презентовать их мнение и представлять их интересу. Поэтому у нас есть такое сотрудничество с НАТО, есть, может быть, я не знаю, я надеюсь, что это не получится, но тенденция такая есть, вот членство НАТО рассматривается. Тем не менее, политики повторяют это не рассматривается, потому что по своим исследованиям больше 86% сербов против этого. Но с таким процентом людей, которые против этого, они сделали, вот дошли до конца, то есть сделали то, реализовали то, что в Сербии в данном моменте много сотрудничать с НАТО и фактически реализовало последний шаг до членства в НАТО. А как с этим бороться, это самая главная проблема. У нас есть фактически большинство политиков, которые входят в правительство, министров и других функционеров, в министерствах. Они из американских некоммерческих организаций. И проблема в том, что фактически в Сербии для них никто не проголосовал. Многие из них и неизвестны в Сербии. Но проблема в том, понять, как они стали министрами, кто их, а если никто не проголосовал, кто их поставил на эту функцию. И это не только проблема Сербии, проблема с влиянием западных сил, проблема с недостатком суверенитета, проблема с политическими структурами, которые не работали для интересов своих граждан и правительства, но для непонятно каких других интересов, своих интересов и интересов иностранных, то есть чужих государств. Поэтому сейчас и возникла такая большая кризис в мире. такая система больше не работает. То есть невозможно дальше продолжать с таким ситуацией. Такая ситуация везде. И, как я сказала, очень большая разница между мнением народа и мнением политиков, которые их представляют. Ну, это один аспект, есть еще, вы сказали в начале, и экономический кризис. Вот интересно, как отразился энергетический и экономический кризис, который в связи с ситуацией на Украине очень резко, сейчас знаем, ситуация ухудшилась в Европе, конкретно в Сербии, что происходит? Ну, в данном моменте в Сербии нет такого кризиса, как в Европе. Почему? Потому что Сербия не ввела санкции России. Но отношение к этому может быть в будущем изменится. То есть, может быть, позиция Сербии изменится не по желанию граждан Сербии, народа, как я сказала, но по решению политических структур. Потому что сейчас давление из Брюссела и Вашингтона очень большое. Они больше не позволяют нам сотрудничать и с Евросоюзом, и с Россией, и с Китаем. Но они четко сказали, что надо ввести санкции России, надо выгнать и Китай, и Россию с Балкана, прекратить отношения и просто вот сделать и Балкан полностью колониум Америки, либо частью Евросоюза, которая и сам является, можно сказать, сателлитом Америки. И мы очень ожидаем дальше события. В данном моменте кризиса энергетического нет, потому что у нас еще выгодны цены газа. Сербия получает газ, российский, конечно. У нас, в примере, сейчас мы заплачиваем примерно 350 долларов за тысячу кубных метров газа. А на рынке он бывает больше 2000, 3-3,5 тысячи, потому это 10 раз больше. Но если Сербия решит ввести санкции России, я считаю, что у России есть полностью право изменить договор в отношении энергетов, покупки энергетов в Сербии. И в таком случае Сербия тоже должна заплатить рыночную цену. Но тогда и у нас будет кризис. Тогда и у нас будет кризис, как и в Европе. В Европе сейчас сама ввела санкции России, сама привела к этой ситуации, что им не хватает достаточно энергетов. Цены очень выросли. Я не понимаю, как они... Они в свое время обвиняют Россию, особенно президента Российской Федерации, говорит, что Путин виноват. Путин. Но как он может быть виноват, если Бриссел принял решение ввести санкции, не Путин? Поэтому ситуация очень странная. И мы, как я сказала, ожидаем в ближайших месяцев, до конца года фактически, либо в начале января, что наше правительство решит ввести санкции под давлением Запада. Но это давление, нет аргумент для этого. То есть я не могу сказать, что надо на нас смотреть как жертву. Нет. Если надо и жертвоваться, для нас это не проблема. То есть Сербия уже 30 лет у нас, они нас и бомбили, и разрушили нашу экономию, индустрию и все. У нас, скажем, граждане, народ свекл, постоянно решат, какие проблемы, постоянно плохая ситуация. Поэтому разницы в этом смысле большой нет, как в Европе. В Европе они не свекли, как сталкиваются с проблемами, и они сейчас, и психологическая, их, скажем, такая проблема, как все это. Ожидается тяжелая зима. Да, да. А у нас этого нет, но поэтому я скажу, что олиби для введения санкций России у нашего правительства нет. Общий. И я не знаю, как будет отреагировать народ, потому что я сказала, что в марте у нас были протесты поддержки военной операции российской, потом, я считаю, началом апрела опять была демонстрация, но по другой причине. Почему? Потому что наше правительство проголосовало против России в ООН. А сейчас уже третий раз они проголосовали против России. Первое, это было, когда якобы осудили агрессию России. Второе, тоже проголосовали за решение выгнать Россию из комитета по правам человека в ООН. И сейчас, третий раз, совсем недавно опять проголосовали. и они фактически присоединились с этим, эту идею не признавать референдум четырех регионов новых российских. Непонятно, как наше правительство приняло такое решение проголосовать таким образом воин, потому что я сказала, что во время развала Югославии Запад сам организовал референдум в Хорватии, Словении, Македонии, потом в Черногории. в Косово не организовал, но все равно признал, независимо с Косово. А сейчас, когда другой случай, ну, Запад обвиняет, мы не должны присоединяться к этому, особенно в Сербии, мы должны говорить вот это, что я говорю, потому что это правда. И должны объяснить, какое, это очевидно, что у Запада есть такие двойные стандарты, но на нашем примере это очевидно. Мы должны это объяснить, потому что таким путем мы боремся и за свои права, которые они нам взяли. И вот мы видим, что санкции все время ужесточаются, все время принимаются новые пакеты санкций, то есть пока что противостояние Запада с Россией все больше усиливается. На Ваш взгляд, до какой точки это может дойти и чем это может обернуться, если вовремя не остановиться? Ну, до какой точки? Точка это ядерная война. После этого, я считаю, будущего нет, это конец. Но, к сожалению, сейчас мы очень близко пришли к этому. Мы знаем, что и в Америке есть ядерное оружие, и в России есть, и в Китае, и в Европе есть, и в Франции, и в Британии есть. Это очень опасная ситуация, где, по моему мнению, к этой ситуации привело распространение инфраструктуры НАТО к границам России. Потому что и это привело к этой войне на Украине, потому что мы помним, когда был развал СССР, Россия сама, то есть в это время СССР, решил как отступить на восток 2000 километров без либо какого конфликта войне, то есть добровольно решили, а с другой стороны Запад гарантировал, что НАТО не будет распространяться к востоку, к границам России. Они потом отрицали, то есть говорили, что нет, нет, они не обещали и так дальше, никакой договор не был подписан, это точно, договор не был подписан, но можно сказать, что у Горбачева были большие ошибки политические, он верил Западу, это не надо было делать, это не надо было верить Западу, но тем не менее, они обещали, сейчас открытый архив, Национальный архив США, я сам посмотрела, там можно либо кто хочет проверить, он может на сайте Национального архива США посмотреть, есть документ записи этой встречи, где записано, что вот именно обещали Горбачеву, что НАТО не будет дальше распространяться и в итоге НАТО сейчас на границе в России, то если фактически НАТО якобы еще один шаг и они в Москве фактически, что они сделали, они поставили ядерное оружие, офенсивное оружие на самой границе России и они постоянно говорят, смотрите, Россия это агрессивная страна, а что если бы Россия поставила ядерное оружие на границе Мексика и США, если было какие реакции из Вашингтона конечно, конечно мы помним вот этот кубанский кризис который был в 62 году и сейчас ситуация оборотна то есть Америка привезла ядерное оружие в Европу и то же самое время обвиняет Россию за агрессию поэтому мы сейчас находимся очень опасные моменты тем не менее тем не менее в данном моменте НАТО начал тренировку в Европе и они тренируют фактически участие в ядерной войне но без оружия но тем не менее это подготовка это подготовка и они проблема в том что они не уважают интересов России не хотят даже услышать их мнение не уважают позиции России и поэтому у нас сейчас вот такая конфликтная проблема то есть война на Украине ужасная но она может еще стать еще художе то есть еще вырасти в эту ядерную войну если они не остановятся но до сих пор мы не увидели что их есть решение что их есть общее желание разговаривать решать желание решать политическим путем проблемы но они просто хотят только вот обвинять Россию а с другой стороны вот что это такое тренировка за ядерную войну подготовка к ядерной войне поэтому я не знаю что сказать очень тяжело либо кому как анализировать что будет будущее потому что это очень неизвестно неизвестно но я могу сказать что достаточно ну маленькой вот этой маленькой шаг чтобы сейчас эта война стала ядерным войном поэтому надеемся конечно что это не случится но я хочу сказать что самая большая жертва в этом конфликте Россия и НАТО который начал на Украине а наверное дальше будет продолжаться потому что НАТО и Америке в основном который возглавляет НАТО нет желания разговаривать с Россией самым большим жертвам может стать Европа потому что Америка она далеко и применение стратегического ядерного оружия считают что не будет а если будет тактического тогда Европа пострадает потому что если как будет и стратегическое это реально конец потому что применение стратегического оружия что после этого это будет как весь мир уничтожен но Европа в большой опасности но тем не менее у Европы тоже политическая ситуация такая очень плохая уже десятилетиями негативным селекциям мы пришли к этому что фактически серьезных политиков там больше нет в свое время у нас был там Шарль Дегол Билли ну и сама Меркел она была серьезной политикой а сейчас Шолц Лена Бербук ее даже не немцы не уважают у нее опыта политического нет недостаточно знания там есть и Макрон там мы увидели что вчера вот Лиза Трасс решила уйти с места вот премьер-министра значит в Европе не только в Евросоюзе но в Европе в целом большой политический кризис политический элит потому что уже десятилетиями они готовили таких политических структур которые американцам и Вашингтону легкие за контрол манипулации но на самом деле я считаю что они это сделали в Америке и сейчас мы видим что и в Америке большой политический кризис потому что Америка конечно является большим силом а возглавляет ее очень слабый президент то есть никто не считает что Байден даже в состоянии исполнит свои обязательности как президент Америки и это самое главное понять что это и политический кризис и экономический кризис и там еще надо добавить и вот эмигрантский кризис и социальный кризис протесты уже много лет проходят в разных странах Европы в разных столицах и сейчас и военный кризис и это не только в Украине потому что постоянно последних месяцев мы слышим только война на Украине война на Украине но что с Йеменом происходит там тоже война сколько лет что с Сирием происходит что с Ливием происходит что с Балканом это все конфликты которые еще не решены потому что никто их не решает и таким путем как они решались до сих пор Армения Азербайджана продолжается да да ну там начали Киргизия Таджикистан я смотрю вот вообще в вашем регионе у вас тоже как вы сказали с Нагорным Карабахом не решена проблема но конфликты с зоной вообще много и в Ближнем Востоке и в Центральной Азии и на Кавказе и и в Африке на самом деле и на Балканах и это привело к всеобщему кризису мировой и нам пришлось бороться с этим а я надеюсь что в будущем мы их будем решать потому что я сейчас не вижу это есть вот эта инициатива со стороны России я считаю хорошим что Россия собирает около себя сотрудников из других странах Латинскую Америку Африку Китай Индию Азиатские страны это очень важно потому что мы больше не проживаем в этом монополарном мире где Америка естественная страна у Америки больше нет этой силы ни в войне ни экономической сдержать свое влияние в разных странах то есть они распространялись больше чем они смогли поэтому их есть сейчас такой кризис и в Америке внутри Америки и вот надо как создать новую альтернативу альтернатива это мультиполарный мир и я считаю что мы успеем без ядерной войны пройти то есть продолжить проживание в этом мультиполарном мире будем надеяться что здравый смысл как-то возобладает не будет ядерной войны и остается надеяться на лучшее дорогая большое спасибо вам за интересное интервью большое спасибо мультиполарно 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 и мультиполагно нет